Лазурный берег 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 Только в Ницце к 30-му году оказалось 5000 русских семей А сколько их было разбросано по всему Лазурному берегу, не сосчитать У кого-то еще оставались здесь виллы от дореволюционных времен Но большинство селилось в дешевых отелях и на съемных квартирах Здесь, на Лазурном берегу, они столкнулись с новой жесткой реальностью, в которой ежедневно самым черным трудом приходилось добывать себе средства к существованию. По всей Франции и по всему Лазурному берегу появились офисы для русских беженцев, где они могли получить вид на жительство как граждане, не существующей более страны, Российской империи. Эти уникальные кадры французской кинохроники 30-х годов запечатлели быт русских эмигрантов. Долгие унизительные очереди за кучей справок и бумажек, попытки организовать в изгнании свою собственную русскую жизнь с домашними столовыми, русской кухней, посиделками, газетами, пансионами, церковью. Западные страны не очень-то благожелательно относились к русским беженцам. Фактически они были брошены на произвол судьбы, предоставлены самим себе с нансеновскими паспортами людей без гражданства. Но в среде русской эмиграции было много видных общественных деятелей, политиков, ученых, которые создавали всевозможные благотворительные комитеты, взывали к западному общественному мнению, чтобы облегчить участь своих соотечественников. Но Лазурный берег оставался Лазурным берегом, то есть курортом, где царило море, солнце, тепло. С наступлением летних каникул сюда съезжался весь русский эмигрантский Париж. Да и не только Париж. Берлин, Белград, Прага. Очевидец вспоминал. Никогда еще на Ривьере не было так много русских, как в 1926 году. В полдень весь пляж покрыт русскими телами. На раскаленном песке разбросаны обрывки русских газет. В Ницце на променаде Занглес на каждом шагу звучит русская речь. По всему Лазурному берегу разбросаны русские пансионы, бары, кафе, рестораны. По примеру Константинополя, русские устроили таракань и бега, которые пользуются большим успехом. В ресторанах итальянские оркестры почему-то играют русские песни и романсы. От Ментоны и до Кан можно было насчитать не меньше двух десятков русских лагерей. Лазурный берег стал излюбленным местом всей литературно-художественной эмиграции. Кого только не было на пляжах Ривьеры в 20-е и 30-е годы. Из Парижа приезжала Марина Цветаева, отдыхал с дочерью художник Константин Коровин, очень любил морские купания Бунин, живший неподалеку в горном городке Грасси. Наведывался сюда Бальмонт. Загорали на пляжах Ривьеры художники Яковлев и Билибин. И все они на юге Франции продолжали жить русской дачной жизнью, с чаепитиями, вечерними разговорами, гитарой и стихами. Так на Лазурном берегу возник почти Чеховский Вишневый сад. И жили в этом саду поэты и художники, ученые и философы, для которых не было больше места в России. Вряд ли сам Чехов здесь, в Ницце, на рубеже веков писавшей свои пьесы, мог предположить, что все его герои, Ироневская и Лопахин, станут дачниками и мигрантами на французской Ривьере. Впрочем, на Лазурном берегу Чехов писал не Вишневый сад, а Три сестры. Ну, а Чехов в Ницце писал в Москву, в Москву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова